Соборная мечеть села Средняя Юлюзань Этим вопросом задавались все мы. И как не ошибиться, всю важность своевременной работы с молодежью хорошо понимают в Духовном управлении мусульман Пензенской области. Мы видим, как ведет себя молодежь, мы видим, какое у них воспитание, как они со старшим поколением, то есть связь поколений теряется, исчезает. Время единичных бесед, разовых увещеваний прошло. Чтобы молодежь прислушивалась к мнению и советам духовенства, нужны новые знания, новые методики общения. Семинар, организованный для молодых имамов и активистов, стал результатом многолетнего сотрудничества духовных управлений Пензенской и Саратовской областей, а также общественной организации Возрождения. В аудитории Пресоборной мечети преподаватели провели тренинг по двум темам – генерирование идей и тайм-менеджмент. На первый взгляд, сложный материал, гости из соседней области объясняли доступно и доходчиво. В детстве раньше мы летели, были калейдоскопы, которые смотришь, там стекляшки. Элементы одни и те же внутри, стекляшки разного цвета. Правильно? Помните? Но когда мы поворачиваем, всегда новая комбинация, всегда что-то новое получается. Всегда новый узор. Так и генерируем людей. По словам организаторов семинара, работа с молодыми людьми требует от имамов и активистов Духовного управления пензенских мусульман большой ответственности. Важно постоянно пополнять свои знания. Если вы будете мыслить только о прошлом, не будете разбираться в проблемах, волнующих юношей девушек вас просто не услышат. Потому что молодежь, она же не засиживается на месте, она идет вперед. Чтобы молодежь тебя слушала, нужно идти в ногу с ней. Вот если ты отстаешь, то все, то есть ты уже остался. Поэтому нужно стараться опережать, чтобы заинтересовывать и вести ее куда-нибудь в позитивное русло. Многие из участников тренинга признавались, что тезисы, озвученные здесь, они слышат впервые. Но факт их важности, польза от применения в работе с прихожанами, несомненен. Подобные семинары, как правило, проводятся для представителей крупного и среднего бизнеса. Но здесь, в аудитории соборной мечети, находились люди верующие. Для Духовного управления мусульман Пензенской области все происходящее – историческое событие, констатировал Юсеф Бибарсов. Именно ему поручено возглавить работу с подрастающим поколением. Это задача не одного дня, а всей жизни. И здесь важно, как бы ни было сложно, не опустить руки. Сил много, энергии много. И вот спасибо тем братьям, которые подсказали нам, где как нужно что-то сделать, где-то скорректировать. И сейчас мы хотим именно так же содействовать нашей молодежи, чтобы они, ну как нашли себя, как-то направить их, можно сказать, в правильный рост, в большую жизнь. В беседе с преподавателями имамы-активисты высказывали свою тревогу за молодых людей. Одни увлекаются лжеучениями, другие, забыв традиции отцов и дедов, ведут праздную, бесполезную для общества жизнь. Чтобы этого не случилось, общаться с юношами и девушками надо как можно раньше. И только лично. Ценность живого слова неоспорима. Допустим, по телефону какой-то вопрос задают, я стараюсь общаться с людьми глаз на глаз. Определенное время назначается примерно, общаешься с человеком, и это дает больший эффект. Если ты ему помог, он в действительности потом говорит тебе спасибо, хозяй, а через телефон этого добиться, ну, практически, наверное, невозможно. Важно, чтобы каждый из участников семинара сделал соответствующие выводы, отметил Ренат Керимов. Чтобы добиваться успеха в своей деятельности, имамы и волонтеры должны быть активны, ставить цели и добиваться их достижения. Любой человек должен думать. И думающий человек, он более духовный, он более развитый, и, соответственно, этот человек больше может привнести общество. Если он еще плюс ко всему и религиозный, мусульманин, то это еще больше придает ему силы, наполняет его, скажем так, не только духовную сторону, но и интеллектуальную. Сотрудничество Духовного управления мусульман Пензенской области и Саратовской общественной организации «Возрождение» будет продолжено. Если мы будем контактировать, обмениваться опытом, какие-то рекомендации друг другу давать, я думаю, от этого польза будет для всех, для нас. Проведение следующего тренинга запланировано на весну. По окончании семинара каждый из участников получил соответствующий сертификат. Евгений Налдиев, Марат Янборисов. Специально для НУР-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова